Им неизвестна еще была истина, что человек ни одной кашей живет, и поэтому они думали, что если желудки их полны, то это значит, что и сами они вполне благополучны. Салтыков Щедрин. История одного города. Здесь спите, да? Да, да. Не холодно? У вас лепейки устроились, я смотрю. Мало кто располагает жизни такими хоромами, как дядя Саша Козлов с улицы Карла Маркса в Чистополе. Он ютится в скромных размерах комнате на первом этаже лишь по той причине, что здесь есть единственное в доме неразбитое окно и единственное в доме работающее печь. У этих мрачных стен давно нет определенного будущего, а у дяди Саши определенного места жительства. Они похожи. Дом отдает человеку последнее тепло. Несложно догадаться, чем дядя Саша топит эту печь. Ну, как говорится, первый барак топит вторым бараком. Первый барак вторым бараком. Я так и думал, да. В этой печке много чего хорошего побывало, конечно. Ну, чё, тепло, жрать варю. Со своим полным желудком дядя Саша на вид куда более благополучен, чем тот дом, в котором он живет. Тот дом, который отдает ему свои последние калории, не просто старый дом. Это памятник. Объект культурного наследия. 180-летний особняк купца Лихачева. Вот 19 век, да, Сергей? Да, это самое начало города, начало каменного города. Некогда была основной купеческой улицей, где жили отцы-основатели. Практически все дома на этой улице, они являются объектами культурного наследия. Житель Чистополя, краевед и просто неравнодушный горожанин Сергей Кронберг, один из немногих в городе, кого еще интересует судьба этих домов. Домов, которые недавно снова гостеприимно распахнули свои двери. Мародеры постарались. Мы видим, что когда-то здесь была попытка все это закрыть. Она, как обычно, не увенчалась никаким успехом. Ну, давайте зайдем тогда, да, Сергей? Посмотрим, что успели разобрать. Туристов в доме интересовало все самое ценное, то есть все то, что можно продать. Ну, видим сразу полы, уже все слетены, конечно. Ну, это уже вандалы поработали. Из ценностей в доме остается лишь то, что мародерами ценностью не считается. Но это именно то достоинство, которое несет этот дом, даже будучи униженным и оскорбленным настолько. Ох! Ольков! Ничего себе! Посмотрите, это же Ольков. Ольков, да. То есть это помещение было, этот зал из двух помещений, да, соединялась аркой. Фантастика. Таких интересных в архитектурном плане домов в Чистополе, я думаю, осталось там по пальцам одной руки можно пересчитать. Ну, как же их не установить-то? Да, это правда, по пальцам пересчитать, но не на этой улице. На центральной улице Карла Маркса в Чистополе целое созвездие архитектурных памятников. Вот соседний дом. Тоже объект культурного наследия. Во всяком случае, формально был и даже казался таковым еще два года назад. Но обесценили и его. Тот факт, что теперь сюда может проникнуть каждый любитель особо ценной старины – это вообще нонсенс. Сам факт проникновения сюда – это уже преступление. Два с половиной года назад активисты общества охраны памятников, волонтеры, усердно заколачивали, консервировали эти дома до лучших времен. Не помогло, как видите. Первый год они действительно следили, и ничего подобного не происходило. Просто потом пошел второй год, это пандемия, это дальше все вот эти события. И все, встал на паузу, и сейчас ощущение просто, что уже совсем надзора нет, к сожалению. Мы здесь с вами можем вспомнить, как здесь все… Вот я помню, что здесь вот мы все заколачиваем. Вот начнем с этого, да? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Более миллиона рублей. Более миллиона. Общими усилиями это были и наши жертвователи, волонтеры, Вайпик, Томсоверфеста. То есть… ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень большая такая народная помощь, и получается, что прошло всего три года… ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы видим вот что. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К сожалению, все вскрыто, и куда-то пропали все наши материалы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Везде залезли, везде все достали, все вынули. Ну все, тут уже ни половых досок, ничего уже нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В историческом городе в данном случае важно все. И половые доски тоже. А если их кто-нибудь уже унес к себе на дачу бань топить, то мы уже новых тут не найдем. Или придется делать какой-то такой аналог. Но сейчас такого просто не делают уже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Во всем Чистополе вам не решить теперь этот половой вопрос. Все слишком оголено, обнажено и более не загадочно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот как этот дом на некотором удалении уже от центральных улиц. Это улица Октябрьская. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот это грустная судьба многолетнего главы земского права Элеодора Порфирьевича Рождественского. 27 лет он был, возглавляя это земское право. Столько много сделано при нем для уезда. И так мало сделано после него. Для того, чтобы сохранилась память о таком совершенно уникальном человеке. Совсем недавно он еще был закрыт, забит, заколочен. И вот где-то какое-то время тому назад все это, к сожалению, расколотили. И вот пчельный вид уже перед нами. Этот дом для государства, что пресловутый чемодан без ручки. Он объект культурного наследия. Вычеркнуть из памяти, снести его нельзя. А нести тяжело. Он расселен и заброшен. Нет крыши уже года три-четыре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, посмотрим, что там внутри. Внутри тут очень интересно. Что-то все протекло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внутри знакомые пейзажи. Мы можем вообще умножать каждый такой кадр на 20-30. В городе множество именно таких двухэтажных кирпичных. В данном случае развалин. Вытащено отсюда, если не все, то почти все. Ну, вот тут доски, видно. Доски приготовлены. Только что на полу. Лежат, ждут своего нового хозяина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, большей части людей, конечно, кажется, что вот это все просто проще снести и вообще не думать об этом. Говорить о том, что снести, это значит снести историю нашего города. Наверное, такие люди есть. Но хотелось, чтобы их было меньше. И если мы историю сохраним, таких людей точно будет меньше. Ну, так город-то действительно превращается в чистое поле. Так в такое чистое поле. Ну, да, к сожалению, это так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот дом государство готово отдать в частные руки за рубль. В собственность. Навсегда. При условии, конечно, восстановления дома в его, насколько возможно, историческом облике. Желающих не было и нет. Но это Октябрьское. Может быть, на центральной улице идет более бойкая торговля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот снова Карла Маркса. Великолепный кирпичный дом, совершенно необычной наружности, но, увы, с весьма предсказуемым содержимым. Расколоченный и раскулаченный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Которую восстанавливать нужно едва ли не с нуля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неудивительно, что желающих мало, да? Ну, как-то... Вот здесь пожар был. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мало это мягко сказано, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот этот запах гаря, ввершись в стены, трудновыводимый. Ну и печальный вид, конечно, вот этот. Но это все вследствие того, что его не смогли законсервировать, заколотить, что называется, насмерть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если этот дом когда-нибудь и будет продан инвестору там, то что он здесь сможет сделать? Здесь уже сейчас, если крыша течет, то есть она с каждым годом ухудшает. Очень большой урон приносит каждая зима такому памятнику. Если тепла нет, окон нет, то есть, ну, каждый холодный сезон, в общем, он добивает. Это очень хрупкая среда. Охрана, кто ее будет финансировать? То есть их надо было или не расселять вообще, людям денег на капремонт выделять надо было. То есть другую программу надо было включать не в расселение, а в капитальный ремонт. Или надо было одновременно с расселением формировать сразу же программу реализации инвесторов. А тут одно сделали, другое не сделали. Это все системная ошибка. Тотальная, бесповоротная. Казань это уже прошла. Мы лишились двухтысячные годы, мы лишили двухтысяч домов средовых. На нас с вами только что пристально посмотрела та самая бездна, которую мы сотворили собственными руками. Ветхое мышление порождает аварийные решения. Если мы кого-то и спасли от бедствий, то не слишком ли дорогой ценой, породив бедствие не меньшее? Центр Чистополя обезлюдил. Город расчеловечен, ведь если разбито одно бесхозное ничье окно, значит будет разбито каждое. Душа города в людях. Мы вынули из него эту душу и даже добились некоторого внешнего благополучия. Ведь все это больше не свалится ни на чью голову и так дешевле. Все вроде по своему правы, а города-то пропадают у нас. Это очень большая проблема для страны, для республики, для города. И как ее разрешать? Нужно, конечно, с руководством республики обсуждать все это. И на их уровне выходить на Россию, на правительство. И каким-то образом ставить вопрос о сохранении оставшихся в живых объектах культурного наследия. Не допускать нужного уничтожения. Людей выселили. Почему? Сразу нужно придумать, что там будет после этого. Пусть будет казенное какое-то учреждение, Пусть будут какие-то детские кружки какие-то и прочее. Ломать, конечно, не строить. И тот же аварийный закон – это лучшее средство от головной боли любого градоначальника. Дом купца Рябинина возле центральной площади Чистополя уже снесен наполовину. Государство решило, что в нем нет больше ничего ценного. Он вычеркнут из списка объектов культурного наследия и обречен. К сожалению, этот дом не вошел в объект исторического наследия. Ну, не смогли мы его защитить. И, согласно этого закону, он обязан как бы быть снесен. Вот к чему сейчас и приступают работники. А посмотрите, вот ни одной трещины в стенах нет. Конечно, большинство домов действительно в плачевном состоянии и сносимых. Но вот за такие дома особенно обидно. Город потихоньку превращается в город пустырей. Мне объяснили, что сделать ничего нельзя. По закону вроде как да. Да. Ну, с другой стороны, суровость наших законов. Иногда компенсируется необязательность их выполнения. Тут вообще сплошной Салтыковский дрин в этом городе вспоминается. Через дом. Увы. Центр города у нас выселен, снесен точно так же, как в городе Глупове. И построим заново на окраине. Этот процесс идет просто со свистом. Дом Рябинина – лишь один из 11 домов, которых постигнет та же участь в скором времени. Вот список этих домов. Каждому отказано во включении в реестр объектов культурного наследия. А вот еще один список. Это те дома, что будут отреставрированы уже по программе BRICS. 11 музейных объектов – это полная реставрация. И 5 объектов культурного наследия, которых коснется лишь реставрация фасадов. Итого 16. Но почему 16? Ведь было 19 поначалу. Оказывается, из проекта исключены три дома. Один – по улице Ленина, и два – по Карла Маркса, с одного из которых, кстати, сегодня и начинался наш рассказ. Его единственному жильцу в ближайшие годы ничего не угрожает. Возможно, в печке дяди Саши сгорели последние надежды на реставрацию дома? Мы не знаем. Не знает никто. Ни общественность, ни специалисты, ни помощник президента даже. Исключенный уже дом по Ленина 83. Вот этот вот дом, где мы стоим, Маркса 7 и Маркса 11. Кто их исключал? Каким образом? Никто ни с ВАПИК, ни с экспертами, никто не обсуждал. Все это вообще должно обсуждаться на научно-методических советах специальных, а их не проводится уже четыре года совсем, к сожалению. То есть все, что происходит на этой исторической квадратной миле, остается на миле. Историческое прошлое и будущее Чистополя – это вообще не предмет для общественных обсуждений. Молчаливы и угрюмы наши начальники. А какие начальники – такие и города. Эти улицы и дома пустынные, зато чьи-то желудки полные. И кому-то даже кажется, что в том-то и кроется благополучие. Ведь это не начальники теряют лицо. Лицо теряет город. Каждый камень в этом городе пропитан достоинством предков. И это не они теряют это достоинство. Это мы, нас, равнодушных, надо спасать. Наши души. Наш замечательный заповедный город ветшает с каждым месяцем, с каждым годом. И, конечно, спасать все это будет очень трудно, когда объекты культурного наследия вот в таком состоянии. И теперь, как и чем нам жить? Вот и плачет дом. Вспоминает своих хозяев, которые строили его. Спасите наши души. Да. Михаил Любимов и Андрей Ключников. Семь дней. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok